Сейчас мы с вами совершим небольшой исторический экскурс. Это полезно не только для общей эрудиции, но и для формирования объемной картины того, что такое Java, откуда она появилась и почему она именно такая, какая есть. В 1991 году в компании SunMecroSystems был инициирован внутренний проект под названием The Green Project. Проект. Целью этого проекта было создание платформы для разработки встраиваемых систем, то есть программ, которые работают в различных электронных устройствах. Ключевым компонентом новой платформы стал язык, специально разработанный для нее под названием Oak, что в переводе с английского означает dup. Отличительными особенностями этого языка стали простота, безопасность, переносимость, а также встроенная поддержка многопоточности и сетевого взаимодействия. Простота и безопасность достигалась благодаря автоматическому управлению памятью, а также отсутствию в языке такого типа данных, как указатель на участок памяти. Переносимость же обеспечивалась благодаря введению такой новой сущности, как виртуальная машина. Исходники на языке Oak компилировались не в машинный код целевого процессора, а в некий специальный байт-код, предназначенный для исполнения виртуальной машиной. Виртуальная машина — это по сути своей просто программа-интерпретатор, понимающая файлы определенного формата. Идея в том, что такую виртуальную машину можно реализовать под определенный набор аппаратных платформ и автоматически получить переносимость всех программ, написанных на языке Oak, на все эти платформы. В качестве прототипа использования новой платформы был разработан вот такой девайс — персональный цифровой ассистент под названием Star7. Условно его можно назвать наладонником, хотя на ладони он помещался с большим трудом. Именно тогда, кстати, впервые появился Дюк. Он был виртуальным помощником, который бегал по экрану и давал подсказки. К сожалению, технология сильно опередила свое время. Это сейчас мы все ходим с планшетами и смартфонами, а тогда люди в своей массе были к этому не готовы, ну хотя бы потому, что устройства эти были очень громоздкими и неудобными. Поэтому наработкам The Green Project пришлось искать новое применение, и оно было найдено. В начале 90-х годов как раз набирала популярность всемирная паутина, и было решено сосредоточиться на разработке интерактивных программ, апплетов для веб-страниц. В 1994 году язык Oak был переименован в Java. Однако он сохранил все свои отличительные особенности, такие как автоматическое управление памятью, отсутствие указателей и виртуальную машину. А в 1996 году в свет вышел релиз Java Development Kit версии 1.0. Это набор инструментов для разработки Java программ и в первую очередь апплетов. Однако днем рождения Java считается 23 мая 1995 года. В этот день на конференции SunWorld было официально объявлено о планах по поддержке Java апплетов в популярном тогда браузере Netscape Navigator. Недавно, кстати, Java исполнилось 20 лет. Над созданием Java трудилось очень много людей, но если выделить одного из них, то это без сомнения Джеймс Гослинг. Он работал над Green Project с самого его основания и впоследствии также сделал очень много для развития и популяризации языка Java. В последующие годы тоже произошло много интересного. В среднем раз в два года выходил новый релиз Java, каждый из которых включал в себя улучшение языка, дополнение в стандартной библиотеке и оптимизации виртуальной машины. Довольно скоро Java выросла из апплетов и стала широко использоваться для разработки мобильных, настольных и корпоративных приложений. После релиза 1.4 была изменена нумерация версии. Откинули ведущую единичку, и следующий релиз получил номер 5. В 2006 году, параллельно с релизом Java 6, был запущен проект OpenJDK. В рамках этого проекта SunMicroSystems открыла исходники платформы Java, включая виртуальную машину и компилятор. Проект OpenJDK живет и здравствует до сих пор, и именно в его открытых репозиториях происходит практически вся разработка платформы Java сегодня. Между Java 6 и Java 7 мы видим довольно большой перерыв. В это время компания SunMicroSystems испытывала финансовые затруднения, и в конце концов была куплена компанией Oracle. Поэтому релиз Java 7 вышел уже под брендом Oracle. А еще в эти годы вышли первые смартфоны под управлением новой операционной системы Android. Google решила встроить в свою операционную систему виртуальную машину, чтобы позволить прикладным разработчикам писать переносимые программы, не завязанные на аппаратное обеспечение конкретных смартфонов. Для этой виртуальной машины был выбран язык программирования Java, дополненный некоторым количеством Android-специфичных библиотек. Однако формат байт-кода в Google придумали свой, поэтому скомпилированная под Android программа не сможет работать в виртуальной машине производства Sun или Oracle. На момент записи этого курса в 2015 году самая свежая версия Java 8, и ведется работа над 9. Так что, несмотря на довольно почтенный для языка программирования возраст, Java продолжает активно развиваться.